Всем привет! Представляем вашему вниманию новости нашей церкви за июль 2017 года. По сложившейся традиции, месяц начался с Большого дня церкви, где пастор подытожил всё, что происходило, и поделился своими ожиданиями на ближайшее будущее. Обратившись к церкви, он сказал, «Мы должны понимать, в какое время мы живём, и не только понимать, но и совершать необходимые шаги, чтобы поступать, как бы опережая время, ведь Бог хочет и может использовать такую церковь». Затем, в течение месяца, в церкви поднималась тема «Порядок», где пастор Александр Масюк касался разных сфер жизни — взаимоотношения с Богом, церковное устройство, построение правильных взаимоотношений в семье, а также он говорил о порядке в личной жизни каждого верующего. Главная победа в жизни — это победа над собой. Никогда не забывайте об этом. А мы идём дальше. В июле месяца у нас состоялось четыре подростковых служения, каждое из которых было особенным и незабываемым. Помимо рассмотрения духовных тем, ребята поучаствовали в интересном квесте, посмотрели фильм и провели вечер настольных игр. Особенно хотелось бы отметить детские служения, которые проходят каждое воскресенье, теперь и в 10 и в 13.00. Наши служители готовят очень интересную программу для ребят разного возраста. Они играют, рисуют, поют, празднуют дни рождения, но самое главное — вместе изучают Библию и приближаются к Господу. 7 июля наша группа прославления провела внутренний вечер хвалы. Это было особенное время, когда все участники команды собрались вместе, чтобы искать лица Божьего и поклоняться Ему. Время близости с Господом, когда каждый мог прикоснуться к сердцу Божьему и дать Ему за все благодарность. 10-15 июля прошла вторая лагерная смена Y-Camp 17. Квесты, путешествия, загадки, общение, дружба — вот как можно коротко описать эту смену. Все участники лагеря стали настоящими друзьями друг к другу и теперь с нетерпением ждут третьей смены, которая начнется уже совсем скоро, 3 августа, и будет еще круче, чем две предыдущие. 15 июля у нас прошел церковный пикник, ведь церковь — это не только воскресное служение, но и дружеское общение. Мы играли в разные активные и настольные игры, готовили вместе еду, а потом, конечно же, ее с удовольствием кушали. Никому не хотелось расставаться, а это значит, что мы одна большая Божья семья. 22 июля наша церковь совместно со Стайгер провела первую уличную евангелизацию на левом берегу Киева. Около 30 человек вышли на улицу, чтобы нести благую весть. Это было замечательное время личного общения, молитвы за людей, раздачи Библии и другой христианской литературы. В результате 62 человека услышали Евангелие, 4 обратились ко Христу, и было роздано 50 Библий. Также хотелось бы отметить, что многие ребята из нашей церкви участвуют во всеукраинском евангелизационном туре групп НЛМ и Нутеки, благодаря чему сотни, а возможно и тысячи молодых людей услышат Евангелие Иисуса Христа. А в последнюю пятницу месяца состоялся общий церковный пост, который закончился молитвой. Так важно нам, как церкви, искать лица Божьего и его водительство во всем, что мы делаем. И только так мы можем исполнить его волю на этой земле. Итак, я поделилась с вами новостями за прошлый месяц. И это только начало нашего пути. Давайте продолжать следовать за Господом. Субтитры создавал DimaTorzok